Квартира 27, правильно? Подъезд какой у вас? Он сказал, что он перезвонит тебе. Домофон 27 нажимать, да? Ожидайте скорую. В оперативном зале службы 112 кипит работа. За сутки сюда поступает около 500 звонков от населения. В первую очередь, конечно, просят вызвать скорую помощь. Служба 112 заработала в Сергиопосадском районе два года назад. За эти два года система разработала много программ, много возможностей по оказанию помощи населению. Программное обеспечение системы 112 постоянно обновляется. Вот уже несколько дней в районе работает мобильное приложение системы 112, позволяющее человеку получить необходимую экстренную информацию или сообщить службе 112 о происшествии. Еще одна новинка – позиционирование звонившего. Местонахождение человека, делавшего звонок, автоматически определяется на карте в компьютере диспетчера. Это нововведение особенно помогает в поиске людей. Буквально за последний месяц мы уже с десяток человек в кратчайшие сроки вывели, помогли их выйти на дорогу или нашли для того, чтобы вынести, если человек не может двигаться. Раньше поиск заблудившегося лесу мог занять двое суток, трое суток. В последние два случая в течение двух-двух с половиной часов спасателями заблудившиеся были обнаружены. Мы видим, куда человек передвигается, в какую сторону, где ближе к дороге, где ближе к какой-то линии электропередач, которые тоже нанесены на карту. Если служба 112 принимает непосредственно звонки от населения, то задача единой дежурной диспетчерской службы предотвратить или не дать усугубиться чрезвычайной ситуации, которая может произойти в районе. Так, например, недавний случай возгорания в квартире в поселке Башенко. Звонок поступил в службу 112. Оператор посчитал необходимым подключить к работе оперативного дежурного ЕДДС. Оперативный дежурный, который заступает на этом рабочем месте, это главный оперативный дежурный нашего района на все сутки. У него связь со всеми дежурно-диспетчерскими службами, не только экстренных служб, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, и со всеми дежурно-диспетчерскими службами и поселений, и предприятий. Поэтому вся информация стекается к ним. На основании всей информации он делает доклады и в дежурную службу губернатора, и в Центр управления кризисными ситуациями Московской области, то и в наш МЧС по Московской области. Для того, чтобы четко определить, нужны дополнительные силы. Ведь может быть такая ситуация, когда наших сил района будет недостаточно. Давайте вспомним, да? Загорские дали, когда произошел взрыв. Естественно, мы бы своими силами там не справились. Поэтому пришлось оперативному дежурному, участвуя во всем в этом процессе ликвидации товар, ему пришлось дополнительно откуда-то, ну, естественно, по команде штаба, который разворачивается на месте происшествия, дополнительно где-то собирать, изыскивать силы и средства, или по их команде отправлять заявки на силы и средства из других районов нашей области. Также в полномочии ЕДДС-112 входит оказание помощи соседним муниципальным районам. Орган системы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций тоже постоянно прирастает новинками. К примеру, сейчас начинает работать новая система оповещения. Будем иметь возможность отслеживать состояние всех емкостей на скоропусковском синтезе, то есть есть утечка хлора или нет. Там установлены специальные датчики, у нас есть специальная программа, которая в любой момент может сказать, что превышение хлора, уровень предельно допустимой концентрации хлора выше допустимой. У нас сработает аппаратура, мы дополнительно можем оповестить, как с помощью сирен, так и с помощью звукового оповещения, голосового оповещения и так далее. Есть у нас такая же программа, миллизиверты, то есть уровень радиации, радиационного фона. Таких датчиков у нас на территории находится 13. Мы их тоже периодически отслеживаем, и у нас есть возможность заблаговременно увидеть, если начинается где-то там колебание, мы можем сообщить, для начала связаться с родом, ну точить, мало ли, может аппаратура вышла из строя, и принимать какие-то соответствующие меры. Ирина Самойлова, Дарья Пегушина, Михаил Жучков. День города.